Ерош заявил о возможности удара по Украине со стороны Белоруссии. Главарь экстремистской организации «Правый сектор» запрещена в РФ, Дмитрий Ерош, ранее заявивший о том, что якобы теперь не имеет отношения к руководству этой группировкой, высказался по поводу завершения режима военного положения. По словам Ероша, который является депутатом Верховной Рады Украины, действие военного положения на Украине необходимо продлить. Напомним, что военное положение, введенное ранее Петром Порошенко, распространялось на 10 областей Украины. Из заявлений Ероша, которое приводится изданием «Украинская правда». Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом вводить его на 30 суток. Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне. Такова мировая практика. Сколько было в Раде криков о выборах, об узурпации власти Порошенко. Я этим людям говорю, знаете, это не та власть, которая может что-то узурпировать. Она совершенно не способна на это, поэтому не бойтесь таких вещей. По словам Ероша, военное положение не только должно быть продлено, но и распространено на всю территорию Украины. Ерош заявляет, что распространение на все украинские регионы режима ВП необходимо, так как удар может быть откуда угодно, например, из Белоруссии. Главарь ПС заявляет, что срыв выборов при продлении военного положения нереален, так как на Порошенко давит и Америка, и Евросоюз. За продление военного положения высказался и депутат от Народного фронта Юрий Береза, возглавляющий под комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны. По словам Березы, непутевые политики не дадут продлить военное положение. При этом нардеп сравнил Украину с Израилем, который находится в кольце врагов. Береза заявил, что без победы Киев не получит мира. Напомним, что 30-дневный срок ВП в 10 областях у Украины истекает. Порошенко ранее заявлял, что продлит его в том случае, если Украина столкнется с новой агрессией.